Для обычного зрителя театр начинается с вешалки, а продолжается в буфете. Мало кто задумывается, что для самих актеров театр буфетом может закончиться навсегда. Творческое застолье начинается в театральном училище за компанию. Потом за стаканом отмечают успех. Чуть позже, чтобы снять усталость. Тот же рецепт для тех, кому не нашлось главных ролей. Гастроли, премьеры, поклонники и снова творческие вечера в буфете. Эта игра в бутылочку становится обязательным номером программы. Только признаваться в этом звезды не хотят ни себе, ни людям. Они мечтали о славе и о простом женском счастье, а жизнь предлагала выбрать либо одно, либо другое, доводя их до точки. Алкоголь, измены, аборты, попытки самоубийства и загадочная смерть русских. Великие женщины нашего времени в реальной жизни играют все самые трагические сценарии. Ты чувствуешь, что это смерть, вот она уже просто вот пришла. Я не понимала, зачем мне жить. Страшные тайны любимых актрис надежно хранит сумрак театральных кулис. И только сегодня великие женщины сами расскажут всю горькую правду их личной жизни. Почему спеваются народные артистки впервые, как алкоголь и измены довели до точки Екатерину Васильеву, кто довел королеву шансона до края пропасти, за что Лайма Вайкуле расплачивается до сих пор? Почему великая Ирина Роднина выпивала со своим отражением в зеркале? И любимая Татьяна Васильева откровенно о том, как чуть не свела счеты с жизнью. Горькая правда великих женщин. Фильм «Потрясение». Смотрите прямо сейчас. Скромные декорации, неброские костюмы. Кажется, на сцене бедный провинциальный театр. Но все меняется, когда появляется она. Взаимное отчуждение. Невероятная ревность. В спектаклях христианских ценностей о том, как вы должны быть женщина, мать, жена. О том, что играть на дне и жить на том же дне общества вовсе не обязательно, великая народная актриса Екатерина Васильева поняла, когда и было уже почти 60. Столько ошибок сделано просто, столько грехов сзади осталось, что, как вспомнишь, так... Человеческое счастье – это такая зыбкая вещь, оно в чистом виде, оно все равно с примесью всегда, с большой примесью греха. Поэтому не хочется вспоминать. Я не люблю. Пройдясь, кажется, по всему списку смертных грехов, Екатерина Васильева наконец осознала – просто покаяться будет недостаточно. И с головой ушла в религию. Стала служить при храме. У нас православные христиане принято оглядываться назад. Народная артистка отмаливает свои грехи каждый день. И порой ей кажется, что это все было не с ней. Пить начинает сразу. А у нас как бы пили. Ну, вроде ты артист, надо пить. Надо пить. Ты студент в гик, надо как-то. Ну, не все, конечно, но... Береги печень с молоду. Для артистов эта фраза звучала всегда с оттенком анекдота. Я сама столько лет пропьянствовала. С туралей в кино большинство главных званий, награды, конечно, подтверждают – мастерство не пропьешь. Екатерина Васильева кается. Пленка – лишь иллюзия. Горько признаться, но до последних дней, пока ее муж Миша был жив, народная актриса упорно лезла в бутылку. Я очень сожалею. Я не то слово сожалею. Я... У меня сердце кровью обливается. Особенно, когда вот человек умирает. Это ужасно, ужасно. Все снова силы. Я думаю, боже мой, что я наделала, как я человека всю жизнь испортила, как я его изуродовала всю жизнь. Своё последнее слово ее бывший муж записал на пленку. И сегодня впервые есть возможность взглянуть на жизнь в семье народной артистки глазами Михаила. Мне просто хочется сказать это голыми, прямыми словами, чтобы это до нее донесло, что нет твоей главной грехи. То, что ты пила, там курила и материлась и делала аборты – это все грехи, как говорится, рядовые. У нее пьянствую, конечно. У нас были богатые, веселые. Нет, я не по этой причине в храм ушла. Я ей забрал сына у нее и сказал, что Катя, пока ты не придешь себя и не вылечишься, она лечилась. Здесь она перебрала 10 родных клиник, которые у нас есть. Я просто другую вещь почувствовала, как-то вдруг поняла, что мне неоткуда больше ждать вообще помощи. Сначала это было их семейной тайной, затем стало заметно и окружающим. Екатерина Васильева – талантливая и блестящая актриса, но в жизни с ролью любящей жены она не справилась. Самый главный грех этого греха – это нелюбви к людям и бесконечной любви к себе. Она страдала по поводу того, какая она, какова она и как она себя ощущала. Пили, гуляли, изменяли, но по любви, по большой. По этой большой любви их жизнь из забавного водевиля все больше превращалась в трагедию. А потом жила на ночном вокзале. А потом она чуть ли не в общежитии жила, где-то в центре Москвы. Так она, в общем, жила почти как бомж, я бы сказала, будучи великой актрисой. Она искала, чем спастись, какое лекарство может ее выручить, спасти, как обрести, что же называется, облик человеческий. И вот она нашла славу Господа Бога. Я думаю, что она искренне стала верующей, стала настоящей прихожанкой в церкви и прочее. Бог не принимает других. Есть вещи уже, конечно, которые в земной жизни не исправишь. Но молитвы можно все исправить. Надо молиться. В стране победившего атеизма о молитве и речи быть не могло. Воспитанием верующих в то, что они будут жить в светлом будущем, занималось одно из важнейших искусств. Но это не отменяет ваши обязанности допить молоко. Наталья Андрейченко с голубых экранов проповедовала семейные ценности, молочную диету и не помышляла о молитве. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я игра. Эта роль в детском фильме «Мэри Поппинс. До свидания» в один миг сделала Наталью Андрейченко настоящей звездой Советского Союза. Леди совершенства. О такой няне мечтали и дети, и взрослые. Фильм вышел на телеэкраны в 84-м. К этому моменту Наталья Андрейченко была уже замужем за композитором Максимом Дунаевским. Я влюбилась в этот человек в одну секунду. Я влюбилась в его талант. Как и положено, советская публика тут же присвоила семье статус идеальный. Но уже в 86-м поклонники «Мэри Поппинс» зашептались о другом. Наталья Андрейченко выбрала свободу и эмигрирует в Америку. Она влюбилась в Максимилиана Шелла, американского актера и режиссера, с которым играла в одном фильме. Самое удивительное, что он не знал ни слова по-русски, а она по-английски, только реплики из своей роли. Я не знала, как подойти, я не знала, что сказать. И тогда я подошла к нему, вот так вот поставила руки и сказала, «I'm very angry with you! Я очень на тебя сердита!» Он испугался и от такого вопроса сказал, «Why? Почему?» «Why did you send me to the monastery? Ты меня почему в монастырь отправил?» «Обаяние Мэри Поппинс скомпенсировало незнание английского. Максимилиан предложил актрисе руку и сердце и, конечно же, переезд за границу. В то время многим обитателям СССР Соединенные Штаты виделись из-за железного занавеса раем на земле. А то у нас тут привой есть. Лимузины, непоскребы, шампанское, джин-тоник, виски со льдом. В Америке Наталья Андрейченко быстро забывает обвинения в измене родине и угрозы, что сцена, кино и телевидение в СССР для нее навсегда закрыты. Ведь ее ждал Голливуд. Несмотря ни на что, но я действительно держусь за этот город. Курсы повышения актерской квалификации на знаменитых холмах должны были дать ей путевку в новую жизнь. Да к тому же и новый муж – знаменитый кинорежиссер. Что еще, казалось бы, нужно для блестящей карьеры? Но Голливуд упорно отказывал советской Мэри Поппинс в признании. В семье тоже было не все в порядке. В отношениях с американским мужем появились трещины. Наталья Андрейченко развлекала себя как могла. Я не люблю Париж только по одному вопросу. Нельзя здесь раздавить бутылочку водочки с селедочкой за углом или в подъезде. Поэтому не уважаю я эту страну. В окружении Натальи заговорили о том, что вдобавок к алкоголю Андрейченко увлеклась еще и запрещенными порошками. Именно в таком состоянии самая известная няня Советского Союза села за руль и на страшной скорости врезалась в грузовик. Я ждала, когда по мне эта машина проедет, когда она по мне ехала. Я уже думала, ну ладно, когда ты типа по груди там переедешь, чтобы я уже выскочила, кайф, так все замечательно, уже лента пошла крутиться в обратном направлении. Наталья не умерла от болевого шока сразу по счастливой случайности. Но смерть все равно пришла за ней. Наталья Андрейченко была не первой, кто уехал из Союза в Америку в поисках своего женского счастья. Примерно в то же время и тем же курсом в США отправилась великая Ирина Роднина. На Роднину американцы положили глаз именно после этой эпической победы на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плессиде. Против пары советских фигуристов было все. Битком забитый зал, ангажированные судьи и оголтелая местная пресса. Но в итоге мы взяли золото. Эти слезы радости навсегда вошли в историю фигурного катания. Но совсем скоро, после того, как Ирина заявила, что оставляет любительский спорт, она плакала снова. В этот период мне так очень как-то тактично сказали, что типа двое детей, вот сидите лучше дома, а то вам будет сложно испытать материнские чувства. Наверное, первый раз мне так указали в жизни, честно говоря, на двери. Невостребованная на родине, Роднина соглашается тренировать иностранные пары. Тут приглашение было поехать не куда-то там в Америку, а в очень такой быстро развивающийся, один из лучших центров фигурного катания. И казалось, вот она, сказка начинается. Но то, что ждало фигуристку впереди, вряд ли можно увидеть в самом страшном сне. Мне было сначала, конечно, и непросто. Непросто – это очень заниженная оценка. Ирина не сдала ни слова по-английски. У нее еще не было тренерского опыта. И поначалу с ней просто не хотели работать сильные спортсмены. Все приходилось учиться заново. Дети вот меня учили, как писать по-английски. Не ладилось и дома. Некогда верный супруг нашел себе другую. Плюс ко всему, через суд решил отобрать детей. Кабальные условия деления ребенка. Деление детей, деление имущества и сам бракоразводный процесс. Ирина в чужой стране оказалась совсем одна. Собственное отражение в зеркале стало единственным собеседником. А потому и собутыльником великой фигуристки. Сидишь и зеркалом. Ириша, да, привет, я здесь. С зеркалом можно было не таясь, поделиться горем и выпить бутылку, не чувствуя себя опустившейся на дно. В воскресенье мы все должны вместе обедать. Лет с восьми мне уже всегда вино наливали. Поэтому для меня бокал, два бокала вина – это не алкоголь. Держать себя в руках помогала работа. Тебе другие родители доверяют своего ребенка. Самое дорогое, что у нас есть. Ну как, я приду на работу, выпьешь? Да, и выпить. Но от этого ничего не меняется. Все равно людям всем нравится. Никто абсолютно не разочарован. Роднина улетала из СССР, а возвращалась совсем в другую Россию. Из коммерческих ларьков по всей Москве доносилась музыка, которую она слышала там, на Брайтон-Бич. Шуфутинский и Успенская. Надышавшись воздухом свободы в США, Люба Успенская привезла с собой ту самую свободу слова. Люди-то хотят знать правду. Зачем обманывать людей? Тем более, что мы все здесь не святые на земле. Мы все нормально, любим выпить. Королева шансона Любовь Успенская никогда не скрывала, своего отношения к горячительным напиткам. Со своим репертуаром она невероятно популярна у авторитетных слушателей. Отказаться выпить звонкующим в такой ситуации просто недопустимо. Артист на той артист, чтобы уметь работать в любой ситуации. Самое сложное, если концертов за вечер несколько. Тогда получается, как с Дедом Морозом на Новый год. Кто последний, тот и в шоке. Правда, Любовь Успенская за долгие годы практически даже в состоянии нестояния. Способна творить настоящие вокальные чудеса. Мы уже хорошо выпили. Это было часов 5 утра. И я, короче, не помню, как это было. Но те, кто меня приглашали, это запомнили навсегда. Значит, ждут. Я должна уже подъехать. И встречает, значит, заказчик там. И говорит, боже мой, я смотрю, Любовь почти выносит. В ту ночь направление к сцене ей показывали подручные. В смысле, она просто не могла самостоятельно передвигаться. Организаторам вечера казалось, это провал. Сама певица детали не помнит, потому рассказывает с чужих слов. Вдруг ты выходишь, в общем, выползаешь. Открывается дверь, и вдруг, я смотрю, абсолютно трезвая женщина. Говорит, добрый вечер, дорогие друзья. Я вас поздравляю с Новым годом. И начинаешь петь. И так классно. Я говорю, господи, думаю, откуда, как это так случилось? Она же только что вообще ее выносила. Уважаемая публика была довольна. Певице предложили поднять настроение еще немного. Любовь Успенская. Она отпела основную программу, затем еще вышла на бис, но вскоре почувствовала. На сегодня хватит. Я выхожу со сцены, и меня падают, и меня прямо на руки подхватывают. Я отработала в этот момент, когда я спела, и опять ушла. В то состояние, в котором я приехала. Любовь Успенская признается, выпивать приходится, как правило, перед и во время корпоративов. Они проходят в своем большинстве ночью, и бывают по 2, 3 и 4 к ряду. Мы выпиваем иногда только потому, что нам нужно уже его как-то искусственно поднимать. Это уже такие нереальные пятые, четвертые работы, когда уже 5 утра, и ты не то что пей, кого-то развлекать, ты уже не можешь на ногах стоять, приходится подогревать тебя алкоголем. По словам королевы шансона, еще выпивать приходится, если голос потерял нужную силу и звонкость. 50 грамм коньяка и на какое-то время помогает. Через какое-то время артист обязательно уйдет еще раз за кулисы. В прямом смысле слова – горло промочить и поправиться. Никто даже не понимает этого. Ну, вот я такая. Выходить на сцену в подшофе – не новомодное изобретение, а старая традиция русской сцены. Артисты говорят для куража. Как учат мэтры – кто не курит и не пьет, тот непризнанным помрет. Один раз мне дали выпить, когда мы на первом курсе учились, и я, можно сказать, упала в обморок просто. Я не поняла, как это можно было проглотить. Ну, а потом потихоньку, постепенно, вечеринки студенческие. Кто покрепче, тот выдерживает. А многие подсаживались еще в студенческие воды. Для народной артистки России Татьяны Васильевой, как и для других первокурсниц, студенческие вечеринки в общежитии были своего рода посвящением в волшебный мир софитов и настоящее закулисье. Старшие товарищи доступным языком объясняли – это не алкоголь, это лекарство. Снимает напряжение, раскрепощает, развязывает язык, открывает талант. Мне казалось, что я сразу такая раскрепощенная, что у меня шарм, что я красивая. А на самом деле просто выпившая. Актриса вспоминает, чем ближе к выпуску, тем дозы лекарства становились все больше. И к пятому курсу некоторые уже успевали пропить свой талант. Но дальше это невозможно, это ужасно. Пьяная женщина – это страшно. В этот-то момент надо пожалеть, прийти. А на самом деле надо наоборот – дать бутылкой по голове этой артистке. Татьяна Васильева смогла выдержать испытание градусом, но прививка сделала свое дело. В голове засела простая формула – если плохо, выпей, и все пройдет. Это был очень опасный симптом. Когда плохо, надо выпить, бежать. Это первый шаг к алкоголизму – хвататься за бутылку. А, хорошо. Ну, я жду. Ну, я жду. Слава Богу, долго ей не пришлось мучиться. Гаркалин и Васильева на сцене друзья-собутыльники. И за кулисами они не разлей вода. Трагедия народной артистки развивалась у него на глазах. Она любит это сделать, выпив хорошие виски, коньяк. Мне кажется, любит каждый из нас. Но это не является пьянством. Может быть, она будет пьяться, но бытовое. Или привычно пьющее. Есть такое выражение у наркологов. Татьяна Григорьевна вела довольно свободный образ жизни. В актерской среде это дело обычное. Первый муж Анатолий никак не мог к этому привыкнуть. Толя страшно страдала, когда я уходила. Татьяна Васильева, признается, даже не заметила, когда у супруга появился роман на стороне. У меня никто не уходил, но я понимала, что я не единственная у моего мужа. И это мне было невозможно перенести. Нетрудно догадаться. Рука артистки тут же потянулась к серванту. Алкоголь мешался с лекарствами и еще чем-то покрепче. Хуже наркотики, наверное. Хотя я не знаю, что хуже наркотики или алкоголь. Не знаю, не очень понимаю. Но как-то забываешься, но тем хуже потом возвращаться. Поэтому, конечно, многие пытаются не возвращаться. А так вот и запивать, запивать. Беду, горе. И снова лекарства. А с ними спиртное. Точка была близка. Тогда, да, бывали такие мыслишки. Тогда жили очень высоко на 14 этаже. Так что эти мысли не зря меня посещали. Собрав последние силы, Татьяна Григорьевна решила. Все, финита ля комедия. Занавес. Перед Толей Васильевым я считаю себя очень виноватой. У него была прекрасная, прекрасные родители, которые меня очень любили. Все бросила в одну секунду. Всех. Всего через неделю после развода Татьяна Васильева встретила своего второго мужа. Георгий Мартиросян был в шоке, когда увидел, в каком подавленном состоянии находится актриса. Я считаю, что это ужасно. То есть человек, наверное, не должен этого делать. Это мое ощущение. Да, конечно, это депрессия. Ну, там очень много, наверное, каких-то вещей было, которые она не так воспринимала, как это нужно. Потом очень много было подружек замечательных. И нет того, нет этого, что может помочь. Этого нет. Нет таких таблеток, нет такого спиртного, нет такого этажа, который даст облегчение. Жизнь с новым супругом вроде шла ровно. Петь при Георгии Татьяна себе не позволяла. Мне никто не говорил об этом. Мне это так вот, чтобы. Потому что у нас есть общие друзья, которые... И никто не говорил, что Татьяна Георгия пьет. В гриморных там, в общем-то, постоянно разливали. Бегают, сыграют, снова вернутся, снова выпьют. И это было нормально. И зрители не чувствовали этого. Но самое ужасное, что вот именно в этот момент ты привыкаешь играть под градусом. Ты выходишь на сцену, и тебе кажется, что ты просто играешь, как никогда. И это такое ложное ощущение, к которому начинаешь привыкать. И с этого момента начинаешь деградировать. В середине 90-х театры влачили жалкое существование. Отечественный кинематограф дышал наладом. Актеры топили себя в море дешевого алкоголя. На глазах у Татьяны Васильевой гасли две молодые звезды. Елена Майорова и Татьяна Догилева. Вот они есть работают, они сама ставят спектакли, сама и продюсируют. И дочка у нее прекрасная. Гораздо обеднее, когда вот уходят люди из-за этого, из жизни. Как Лена Майорова. Тогда Татьяне Васильевой казалось, их состав летит в пропасть. Елену Майорову ждала страшная смерть. А Татьяне Догилевой доброжелатели приклеили обидное прозвище. Давно спившаяся женщина, блондинка под забором. Трагедия Елены Майоровой была как гром среди ясного неба для всех. За кулисами зашептались. А кто следующий? Смотрите после рекламы. Почему Ирина Печерникова не спасла главную любовь в своей жизни? В чем призналась Елена Майорова перед шагом в вечность? Кто довел Валентину Малявину до последней черты? Черти Натальи Андрейченко. Почему Мэри Поппинс не хочет остановиться? И как блестящие дошли до ручки? Смотрите сразу после рекламы. За вас. Я вас просто влюбилась. Честное слово. За вас. Среди шума за сценой все чаще слышалось имя Татьяны Догилевой. Говорили, она катится в пропасть и вряд ли остановится. Гораздо обеднее, когда уходят люди из-за этого, из жизни. Как Лена Майорова. Сделай так, чтобы все было очень хорошо. Сделай так, чтобы я прибыла счастливку. Высокая, немного угловатая, с огромными будто пожирающими глазами. По меркам кино она поздновато стала звездой. Елене Майоровой было за 30, когда ее востребовал большой экран. Паскуда беспутная! Я тебе дома сейчас таких блям навешаю! Мамаша! Идите вы нахер! До славы в ее жизни было трудное детство на окраине империи, голодная юность в московском театральном училище и непрекаянная жизнь актрисы второго плана. У Майоровой всегда был сложный и ранимый характер. Но сломалась актриса не в годы испытаний трудностями, а на пике славы. Татьяна Васильева сегодня, пожалуй, единственная, кто открыто говорит. Елена страдала от общего недуга. Казалось бы, живее, живее. Красивая, молодая, востребованная, любимая. И вот такая... Такая, такая зависимость. На кадрах хоум-видео семейная идиллия. Художник Сергей Шерстюк и его законная муза. Он страстно любил ее, а она больше себя в искусстве. В семье Сергея Шерстюку Майорова отвела роль второго плана. У Елены на первом месте был театр. Сережа был, мне иногда спрашивают, а на каком месте был Сережа? Я говорю, на втором месте у нее был театр. И на третьем у нее был театр. А уже потом шел Сережа и все остальное. В 96-м театральная Москва обсуждала пикантную новость. На съемках фильма «Странная история» Елена закрутила любовный роман. Она была одержимая. Запои и истерики. Она хотела то уйти из семьи, то с работы. Однажды она просто уехала со съемок. Она выпила бутылку коньяка. Реквизиторскую. Что случилось с Еленой Майоровой в тот страшный вечер до сих пор загадка. Она вышла на лестничную площадку в руках сигарета и коробка спичек. Огонь обжигал пальцы. Обгоревшие спички падали на пол. Актриса как будто чего-то ждала. Она бежала вниз по ступеням, словно горящий факел. Актриса звала на помощь. Когда Елену Майорову возила скорая, женщина еще дышала. Соседи потом перешептывались. Что же произошло? Убийство, самоубийство? Или актриса играла со смертью на публику? У нее было шелковое платье. И вот когда она горящая сбегала с лестницы, он капал с нее вот это. Актер Борис Щербаков спустя годы после трагической смерти подруги все еще ищет ответы. Он уверен, Лена Майорова не была настолько вспыльчивой, чтобы сжечь себя заживо. Просто так взять, поджечь себя там или как-то там, не знаю, она не могла. Там много что наложилось, поверьте мне. Это было вот такое роковое стечение обстоятельств, с которым она не смогла справиться. Татьяна Догилева была близкой подругой Елены Майоровой. У них была одна беда на двоих – страшная физическая нагрузка, бессонница и депрессия. Ты хочешь вырубиться любым способом. Любым. Понимаете? А снатурные тебя не берут. Догилева горько шутит. В гестапо были такие пытки – не давать спать несколько суток. А тут организм сам отказывается отдыхать. Так совсем не сложно сойти с ума. Я поняла, что я начала сходить с ума. Доходило до того, что я просыпалась, у меня стучали зубы, дергались руки. Ну как просыпалась, это же не сон, а такая, знаете, дрема час, ты встаешь. Когда все же удавалось хоть чуть-чуть поспать, Догилева просыпалась и думала, что она все же умерла. Я была в аду. Я вот знаю, что такое ад. Чтобы такое представить, это нужно пережить. Жизнь между бессонницей и сном. Ночь и день смешались воедино. Организм сломался и требовал полной перезагрузки. Я еще ездила и играла. Играла я очень специфически. То есть я выходила на сцену и сразу рыдала. Мечтала лечь в психиатрическую клинику. У меня это Господь Бог послал доктора хорошего, который сразу сказал, что это глубокая депрессия. Правильный доктор нашелся в клинике починки душевных расстройств. Произошло маленькое чудо. Актриса смогла засыпать без алкоголя. Но как только Татьяне стало легче, она решила отпраздновать свой день рождения. А дальше был страшный штопор и опять больничная койка в психиатрической клинике. Да, с алкоголем такая случилась история, что вот я всем открыто об этом рассказываю. Но я одна об этом рассказываю. Я стала главной алкоголичкой России. И с тех пор я как первая алкоголичка России. Ирину Печерникову наградили этим званием много раньше Татьяны Догилевой. Ей предсказывали забвение и смерть. Но ее жизнь оказалась еще страшнее. У меня всего две фотографии. Вот. Вот одна фотография. И вот вторая. Она уже научилась держивать слезы, показывая эти фотографии. Ее любимый Сашенька был для актрисы Ирины Печерниковой абсолютно всем. Единственным смыслом ее жизни. Черкасова! Гол аут! Выбегом! В ее героиню из фильма «Доживем до понедельника» просто невозможно было не влюбиться. После премьеры она проснулась знаменитой на весь Советский Союз. На одной из премьер я увидела мальчика с такими большими голубыми глазами, который тянет мне один цветочек. Тот маленький цветочек и голубые глаза она запомнила навсегда. Перед ней стоял молодой и невероятно обаятельный Александр Соловьев. Будущий красавчик из культового зеленого фургона. Красавчик не подозревал, что продолжением трудового праздника станет спортивным. Александр Соловьев был безнадежно влюблен в Ирину Печерникову. Ходил на ее спектакли, но очень боялся признаться в чувствах. И как назло, вскоре актриса исчезла. Вышла замуж, уехала в Польшу. Через несколько лет актриса вернулась в СССР и снова встретилась с Александром. Он уже играл в массовке в театре Маяковского. Я казала, что Саша семья, и мы расстались. Удивительно, сердце Ирины подсказывало. Она искала его всю жизнь и понимала, в итоге они будут вместе. И Печерникова убедила себя подождать еще. На чужом несчастье счастье не построишь. Из театра актрисе пришлось уволиться. Переломанные еще в молодости ноги страшно болели. Она принимала обезболивающее и выпивала. Коллеги по цеху упорно твердили, что Ирина просто не выходит из запоя. Ее способ жизни, проживания, он был такой ненормальный способ. Я очень хотела в кого-нибудь влюбиться. Какой-нибудь роман или хотя бы флирт. Ну что-нибудь, но ничего у меня не получалось. Наверное, сердце уже было занято. Когда ей стукнуло 50, ждать больше не мог ни он, ни она. Три года, что нам было отпущено, это было такое счастье. Три года? Три года. Вскоре Ирину накроет гигантская волна горечи и боли. В канун нового 2000 года Александр пропал. А я пять дней его уже искала по всем больницам, по всем милициям, по всем моргам, по везде, по всем друзьям. Целый месяц его тело пролежало неопознанным в морге. Найти помог случай. В морге узнали знаменитого красавчика. На опознание ездил Дмитрий Харатьян. Вы же играли в зеленом фургоне? Я говорю, да, играл. А вот с вами там играл, вот помните, там такой вот, там вот роль такая была, красавчик, по-моему. Я говорю, ну, конечно, помню, как же я не помню. А вы не могли бы приехать опознать труп? Сашу похоронили, а на следующий день умер у меня мой отец. У Ирины помутился рассудок. Народная медицина и алкоголь в этом случае были бессильны. Я помню, когда я уже была в палате, в клинике. Это называется клиника неврозов. Как бы то ни было, Ирина Печерникова нашла в себе силы подняться. Согласилась на маложивающую пластическую операцию и завязала с алкоголем. Сидела в тюрьме, да, в тюрьме. Знаешь, как там говорят? Там говорят, а не Заш. В своем первом интервью после долгих лет молчания она признается, отдала бы полжизни, лишь бы вычеркнуть из нее историю убийства. Но у времени нет обратного хода. Звезда Валентина Малявиной закатилась навеки после смерти ее последнего возлюбленного. Рыцарь мой, едва на день ты отлучишься, я уже тоскую. Ее любили, обожали, преклонялись. Она меняла лучших мужчин, как перчатки. Александр Збруев, Андрей Тарковский, Павел Арсенов, Александр Кайдановский. Меня окружали замечательные мужчины, они были мужьями. Я не знала, что быт может иногда печален быть. Малявиной было уже 36, когда главная красавица советского кино влюбилась как школьница, восходящую звезду экрана Станислава Жданько. Теперь уже никто и не вспомнит, почему она запила. Стас Жданько старался всячески отлучить любимую женщину от стакана. Даже в своих фильмах он словно передавал тайные послания для нее. Стас Жданько был убит в ночь с четверга на пятницу. Это было 13 число. Сидели и спорили, и выпивали. Что-то ее оскорбил, да? Она схватила нож, который типа того сказал, перестань меня оскорблять или иначе я тебе зарежу. Он говорит, режь. И распахнул, он сидел в пальто, он собирался. Он сделал вот так, да. И она вот так вот его ударила. Он хотел испугать нас всех. Ну, нож мною был заточен. Что на самом деле произошло в той пьяной гостиной, сегодня уже никто не скажет точно. Ясно одно. Если бы не тяжелый запой Валентины Малявиной, Стас Жданько, возможно, до сих пор был бы жив. Мало кто знает, но примерно в то же время, когда не стало Станислава Жданько, страна чуть не потеряла, казалось бы, пайдевочку, Лайму Вайкуле. Мы шатались по улицам, и опять-таки люди, которые обогащались, продавали всякие таблетки. И вот это любопытство, и перед другом повыпендриваться. Вот мы пили эти таблетки, страшно хохотали. В более или менее свободной Прибалтике будущая звезда эстрады попала, что называется, под раздачу. Любители свободной любви, легких наркотиков и алкоголя окружили ее плотным кольцом. Вырваться было просто невозможно. И думали, что, ну, что, ой, у меня приход, у меня отход. И вот, и вот это называется, мы кайфовали. На самом деле это, ну, полная глупость. Но мы это делали, я тоже это делала. 16, 17, да. Лайма вспоминает, она довольно быстро втянулась. Даже на экзамен в музыкальное училище пришла немного не в себя. Я напилась таблеток, пошла на прослушивание. Такая, помню, солидная, приличная семья. Я пришла, и музыкальный руководитель, который хотел меня брать в группу, он сидел за фортепиано, начал играть. И я понимаю, что я улетаю. И я просто, я отрубилась. И я проснулась через пару дней, уже у себя дома. Обычно спокойная, как штиль Балтийского моря. В тот раз Лайма Вайкули содрогнулась. Это перебор. Когда я очнулась, я подумала, какой ужас вообще, что это было. И моя сестра сказала, что я спал двусуток. Но я дышала, и все было хорошо, поэтому она и боялась вызывать скорую помощь. Примерно в это же время молодую и подающую надежду певицу берет под свое крыло Раймонд Паулс. Лайма ведет себя образцово-показательно, на публике. За кулисами она все та же оторва. Во время Советского Союза все же курили, а на шоу там какой-то еще дрянь. И это тоже было модно. Она была, поверьте, никому не нужна. Я когда покурила, к счастью, я долго потом не могла выйти из туалета. Мне было очень плохо. Оставаться совсем незамеченной у юной и красивой, но хиппи, не всегда получалось. Уж больно компания веселая ее окружала. Мне было 17 лет. Я решила, кто-то мне налил какой-то ликер перед выступлением. Я вышла, мне казалось, что я так круто выступила. Естественно, я выступила отвратительно. Я еще свалилась со сцены, в конце концов спускаясь вниз. И в общем, в конце концов меня еще уволили. После этого Лайма решила уйти в завязку. Можно пережить, выпивая виски, можно пережить, выпивая ку**пам. Забыться – это ку**пам и напиться. Сколько подобных испытаний пришлось пережить за всю свою жизнь певица, знает, наверное, только она одна. Я попробовала и ликеры какие-то дрянь, я выпивала. Мне достаточно было 50 грамм, и я уже ходила один глаз туда, один туда. Естественно, я курила, естественно, я там какие-то таблетки пила. Сегодня она позволяет себе забыться лишь тем, что, как и она, прошло огонь, воду и медные трубы. Ну, хотите, выпейте, возьмите виски и выпейте. И утром умираете, но вы останетесь живы. Алкоголь, наркотики, таблетки – этот страшный коктейль в одном флаконе начинают принимать многие из тех, кто работает и живет на сцене. Тогда я поняла, что именно вот эти вот высшие силы тебя ведут. Они никогда тебя не бросают, они никого не бросают. Эффектная солистка блестящих Надя Ручка, как и многие теперь уже знаменитости, приехала покорять Москву из украинской глубинки. Она даже не догадывалась, чтобы стать сытой и счастливой, поначалу придется ходить пьяной и голодной. Джиндоники из банок, там, винишка дешевая. Тебе там принесут. Я пару раз пыталась за себя руки наложить. Надя топила голод, горечь, злость и обиду в дешевом вине, но при этом продолжала упорно заниматься вокалом. Кто бы мог подумать, что пение, вернее, преподаватель пения, подскажет, как выйти из запоя и укажет ручке, как выбрать правильную дверь на эстраду. Ну вот он меня взял на слабо. Был великий пост, он говорит, давай, сможешь выдержать, или тебе слабо? Я говорю, мне слабо. Мне ничего не слабо, никогда. Боюсь, уже больше никогда слабо ничего не будет. И все. Перст божий знамение или просто случайность, но Надю заметили, и ручка заблестела. В это же время за океаном врачи боролись за жизнь Натальи Андрейченко. Сложно и больно и трудно. Смотрите после рекламы. В страшной аварии Наталья Андрейченко оказалась в тяжелом состоянии на операционном столе и вдруг увидела себя со стороны. Клиническая смерть несколько секунд. Но соприкоснуться с подобной темой, понимаете, или покинуть свое физическое тело. И в тот момент, когда я его покинула, и когда я оказалась совершенно в другом теле, в тонком или в астральном, как хотите, так и называйте. Когда я могла видеть мир по-другому, когда я могла видеть свое лежащее тело. Американские врачи вернули Наталью с того света и тут же с удивлением констатировали факт. Андрейченко не получила ни одного серьезного перелома. Выйдя из больницы, актриса стояла перед выбором бросить пить или продолжить и умереть. Я вот четко поняла, что если сейчас не остановить то, что происходит, ты чувствуешь, что это смерть. Вот она уже просто вот пришла. Долгая реабилитация помогла вырваться из цепких лап Бахуса. Наталья Андрейченко ударилась в другую крайность. Сменила крепкий алкоголь на энергию космоса. Я очень люблю природу, я общаюсь с деревьями, я могу там встать, обнять дерево, мне становится от этого легче. Вот мне поэтому в Москве очень трудно в этом плане, потому что у меня загородного дома, к сожалению, нет. У этой истории мог бы быть такой же привычный для Голливуда хэппи-энд. Дочка Андрейченко сейчас учится в Австрии, сын закончил лучший вуз в Швейцарии. Но бульварная пресса время от времени пишет то о разводе, то о примирении супругов, то о том, что Наталья снова взялась за старое. Это не зависит ни от характера, ни от воспитания, ни абсолютно от чего. Это химия. Это болезнь. Вот это тот самый химический сбой или химическая особенность, которую делает из человека, который выпивает, делает из него алкоголика. А из другого, который пьет в сто раз больше, алкоголика не верит. Татьяна Васильева уже давно разобралась со своими проблемами с алкоголем. Но отсутствие ее перед публикой постоянно подталкивало определенные издания домысливать, где она. Теперь она ведет здоровый образ жизни. Спортзал ей сегодня заменяет то, что давал алкоголь в былое время. Еще все это ответить помогает. Ну, хотелось бы, чтобы, на всякий случай, уметь это делать. Я это всем рекомендую. Всем от всего. От болезней, от неудач, от стрессов. По статистике, тяжелее женщинам помочь. И поэтому, если женщины выздоравливают, то... Ну, я считаю, что это женщина, которому можно же золотой памятник поставить. Потому что она просто невероятную работу провела с собой, со своими состояниями, со своей жизнью. Алкоголь-то, ну, с юности, конечно же, с юности. В наше время было принято, чтобы актеры пили, и они все пили. И мы тоже считали, я строго была убеждена, что актриса должна пить и курить, и иметь несчастную любовь. И быть немножко психически расстроенной. В общем, я добилась того, что хотела. За всю свою историю дружбы с рюмкой Татьяна Догилева ни разу не была в центре анонимных алкоголиков. Все чаще в клинике для душевнобольных. Но сегодня она решила на себе опробовать. Как это? Глаза в глаза признаться. Я алкоголик. Я очень рада вас видеть. И вы все такие хорошенькие. Татьяна Догилева убеждена, если артист уверяет, что он не пьет, неважно мужчина или женщина, то это гарантированная ложь. Мне моя подружка звонит однокурснице и говорит, слушай, а какая ты алкоголичка? Если ты алкоголичка, то мы все тогда алкоголички. Саму Татьяну Анатольевну мало волнует, что пресса постоянно приписывает ей все новые и новые запои. Для нее куда важнее, что ее личный выход из штопора. Для других надежда на исцеление. Для таких желающих. И каков был результат посещения? На многих это очень положительно влияет. Потому что когда человек видит, что человек такой высоты, такой известности, спокойно говорит о своей проблеме, то ему с маленьким каким-то социальным статусом легче уже будет сказать о своих проблемах. Боятся, понимаете, говорить. Поэтому ваше слово является живительным для многих. Я приехала сюда к вам потому, что я знаю, что вы переживаете, что это такое, вот эта страшная зависимость, эта страшная болезнь. И, может быть, могу ответить на какие-то ваши вопросы. На сегодняшний день я не пью. Появление цветущей Татьяны Догилевой для многих присутствующих стало живым свидетельством. Из любого пьяного пике можно выйти живым и здоровым. Особенно если помнить, горькая правда не станет слаще, если ее постоянно заливать горькой.